Вам сейчас лучше меньше двигаться и оставаться на месте. Ты что, врач? Нет, я искусствовед. Вернись на место. На место, я сказал! Я вот о чем хочу спросить. Ты не обижайся. Тебе что, этого Серега абсолютно не жалко? Нет. Но ведь ты его обманула. Ну и что? В жизни есть те, кого обманывают. И есть те, которые обманывают. А значит, на роду у него написано «Быть обманутым». Ну если уж по-честному, что он не видел, что я его обманываю? Видел. А значит, хотел быть обманутым. Брось кушку. Сам брось. Иначе сделаешь твою другу гана, друшлаг. Макароны откидывать будете. Сейчас. Стреляй, он мне никто. Никто? Ну так стреляй, если никто. Стреляй, стреляй. Все равно мы тебя достанем, мусор поганый. Достанете? Ты так уверен? Ну посмотрим, кто кого достанет. Посмотрим. Мне кажется, что кое-кому давненько не было хорошего трава. Правда? Моя бедная милиция. Вы знаете, Константин, оскорбление сотрудника милиции при исполнении... Отпустите. Это уже статья. Ну, дайте богу, отпустите. Больно же. Что вам понятно? У нас... У нас с мужем нет детей. Иногда бывает так тоскливо. А Леша, когда к нам приходил, он... Он был таким радостным, веселым. А вы знали, что ваш муж нанял частного детектива следить за вами и за Петрухиным? Знали? Казалось, картина преступления совершенно ясна. Не хватало лишь признания преступника. А Геннадий Нинашев не собирался сознаваться ни в чем. Ну, что, товарищ Нинашев, начнем по порядку? Что, начальство тебя твое не устраивало, да? Возомнилось, что можешь быть директором? Нанял своего родственника Кротченко, чтобы он убил твоего шефа? Что он и сделал? Ну, вот и задача. Осталась свидетельница и браслет. Браслет – вещь эксклюзивная, которая делается только у вас. Да? Что ж ты Кротченко же послал забрать браслет и убрать свидетельницу? Он ведь стрелять-то не умеет. Ножом или удавочкой – это он может. А вот стреляет он плохо. Да. И тогда вы решили убить своего родственника. Убили из его же пистолета. И компания перешла к вам в ваши руки. Ну, вот тут вот так прошла ошибочка, понимаешь? Маленькая такая ошибочка. После убийства шефа телефон это проснулся вались. Вы занервничали после визита нашего сотрудника. И сразу же передавали Кротченко. Привет, Вадик. Надо срочно встретиться. Денег привези. У меня денег нет. Ты на месте? Да. Никуда не ходи. Жди меня. Быстрее давай. Хорошо слышно было. А вот с орудием убийства не нашим ты лоханулся. Хорошо лоханулся. Убил Кротченко с его же пистолета. А это означает, что он знал убийцу и доверял ему. Так вот, доказательств у нас хватает на приличный срок. Понимаешь? Единственное, что тебе остается, это чистосердечное признание. Хватит, хватит. Да, действительно, я заказал директора. Хватит, хватит. Да, ну и что-то плохого. Уважаемый Дмитрий Валентинович, может, хватит играть уже в эти шпионские игры? Пенсионеры не сидят часами в машине и не фотографируют чужие окна. Так что ваша легенда не сработала. А речь идет о покушении на убийство, понимаете? И снимите, пожалуйста, очки. Уже не на пляже. Извините. Тихо, 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 тихо. Слушай, ты же понимаешь, что в данной ситуации тебе лучше сдаться. Мы вообще все просто с одного города. И родители наши тоже всегда дружили. А квартира, ну, это квартира вообще-то моего дяди. Просто он уехал сейчас за границу. Ну, мы здесь живем пока что. Вот так вот. Ну, удивил ты меня, парниша. А на вид ботан-ботаном. Оказывается, это он задел ребенка Ксении. Ребенка? Какого ребенка? Я не понимаю. Уватит здесь под дурачка косить. Подружка твоя только что все рассказала. Как ты переспал с Ксенией. У Христины просто она нафантазировала себе. У нее буйное воображение. Ты, парень, что, не понимаешь, во что вляпался? Так, где ты был вчера днем? Библиотеке. А ты врешь, ты врешь, это все неправда. Ты не был в библиотеке. И я тебе звонила, а ты не отвечал. А потом я тебя встретила на улице, подонок, а ты убил Ксюша. Это неправда. Правда? Нет. Тебя злило, что Ксюша не хочет быть с тобой. И ты не убил. А секс это просто пари. Это неправда, я не любил. Я не люблю тебя, Кристина. А ты не обращала на мне внимания. Если бы не так, то я бы никогда этого не сделал. Я больше не могу. Я ненавижу покойников. Я ненавижу их запах, их внешний вид. Мам, успокойся. Это обычная работа. Кроме того, папа на тебя полагается. Папа? Его вообще не волнует, что я плохо себя чувствую. Сюда посторонним, вход запрещен. А мы не посторонние. Мы из милиции. Нам нужен Андрей Кручин. Его сейчас нет. Может быть, я могу вам чем-то помочь? Я его жена. Меня зовут Серафима Кручина. А это моя дочь, Елена. А это что это вы делаете? А, это? Ну, это для моей будущей персональной фотовыставки. Вот. У нас скучно, Алчевская. Сидим вот это с Пчелкиным в отделении, чай пьем. Слушай, там газ. Может, его вытащить? Да ну, его пусть полежит, пока проветрится. Потом вынесем. Да, все хорошо. Конец вам, гады! Это мы с Пчелкиным боевик по радио слушаем. Пчелкин канал нашел очень интересный. Да, да. Ну что, вот все и закончилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин